Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Да. Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Эх, вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Всем привет, ребят, с вами Хюга. Мы с вами продолжаем проходить метро 2033 редукс. И сейчас нас благополучно спасли из плена фашистов. Ну, этих двух довольно-таки слабых солдат. Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ну и мы, наконец-то, входит и веки. Скоро уже будем, наверняка, уже в полисе. Я не особо помню, насколько долго мы с него, точнее, до него будем еще добираться. Но все же, после этой станции путь к нему явно станет короче. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Кстати, да. В прошлой серии я вам все-таки обещал то, что мы с вами постреляем рано или поздно из пулемета 50-го калибра именно ДШК. И как раз-таки сегодняшняя серия будет этому, если не полностью, то уделена довольно-таки большому промежутку времени. Да, на самом деле, я так лично считаю, что игры, где существуют такие локации, где нужно просто, ну, фактически весь уровень управлять какой-то станционной турелью, при этом нажимая фактически только одну кнопку, не очень, на самом-то деле, интересная. Вот, и, к сожалению, ну, даже в метро такие локации все-таки присутствуют. Надо бы, кстати, да, еще посмотреть углы вертикальной галитарной наводки у этого пулемета. Ну, в принципе, до потолка и до почти уровня носа этой резинки я смогу достать. А то, что, что касается поворотов налево-направо, над этим надо будет еще поработать. Потому что, насколько я знаю, сейчас у нас будут небольшие с этим проблемы. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой подпост, Гердовецер. Доставить боеприпасы. Но они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказу поднять забрало шлема. Стоять! Превога! По машинам! Ну, наконец-то, хоть можно пострелять. Так, тогда мы с вами разворачиваемся. И сейчас, походу, будет начинаться довольно-таки жесткий замес. Умри, 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 умри. Фух. Вот, на самом деле, на самой последней сложности в метро, вот, эта локация, она реально сложная. Она без всякого сарказма, она правда сложная. Потому что здесь будут против вас точно такие же дрезины с ДШК, которые очень, очень, очень больно дамажат. Я даже не совсем уверен, что вот эти все пластины, которые есть на этой... Ой. Еще, еще сзади, еще, еще. Я не уверен, что все эти пластины, они вообще как-то вообще способны защитить. Ну, в принципе, что я и говорил. Я думаю, что, наверное, многие из вас знают и представляют, что из себя, в общем-то, выдает Барретт М95. Это очень, очень мощная снайперская винтовка 50-го калибра. И, фактически, этот пулемет ДШК стреляет, ну, если не логичными, то, ну, примерными патронами для этой винтовки. Вот. И вот эти вот жалкие... Ё-моё. И вот эти вот жалкие, наверное, скорее всего, 8-милитровые пластины, они никак не способны защитить эту тележку от такого пулемета. Ну, просто вообще никак. Сейчас будет, да, очень-очень сложный участок, пока Павел, вроде, я не знаю, как зовут нашего мехвода, будет пытаться протаранить там какое-то заграждение. Вот. И все это время сюда будут спускаться солдаты Рейха в... Ну, да, практически топовой броне. Хотя я и не совсем знаю, что здесь топ, что не топ. Блин, вот этот парень, вот, никак не умирают. Ой, очень-очень их много здесь. И они хоть и дома же поменьше, чем другие вот эти вот турельки, но все равно, они просто берут его с количеством здесь. Так что... Держать многих на прицеле здесь довольно-таки сложно. У меня весь экран уже просто краснющий, весь заплыл кровью. О, наконец-то протаранили. Где-где-где-где-взадь-взадь-взадь-взадь-взадь-взадь-взадь-взадь-взадь-взадь. Просто нереально выжиг под таким шквалом огня. Имея какие-то два сцены хлиста сверху. Слева и справа. Господи! Да это же танк! Оу. И да, по-моему, в борт и в другие части я должен пробивать эту дурацкую... Дурацкое подобие панцер-конфагена-4. Для меня один большой вопрос. Где они вообще достали башню от этого пазика? Либо они сделали ее сами? По каким-то, не знаю, чертежам? Либо чем-то еще? Но это забавный факт. Че, все, мы заглохли? Ну не может быть. Еще и фонарик стал гаснуть. Так, я слышу кого-то. Я кого-то реально слышал? Блин, засада какая-то. Нет, нет, ну я только... Я только что перестрелял целый отряд. Еще. Нет, 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 нет. Блин, быстрее, быстрее, заводи эту телегу. Мы тут же сдохнем сейчас с тобой. Умрите, умрите, умрите. Блин, как же потно. Как же потно, дорогие друзья. Это самый, наверное, потный левел и самая потная серия. Пока что. Ой. Блин, мы в кого-то врезались. Это кто-то сейчас едет сзади. Я в курсе. Как он вообще в курсе, что кто-то едет сзади? Когда он не имеет, ведь, по сути, обзора назад. Давай же. Есть. Отлично. Надеюсь, это все. Да не говори. Еле-еле душа в теле. Так. Кстати, да, еще скажу к слову. Буквально к слову. Насколько я помню, в оригинале, то есть этого метро, был еще момент, когда мы с вами уничтожали танк, который мы встречали с вами буквально несколько минут назад. Но почему-то в переиздании этой сцены я не вижу. То есть там он выезжал как раз на вот этот вот на вот этот кусок карты, и там нужно было стрелять по упорам, да, из-за ДШК, чтобы его уничтожить. Вот. Но почему-то в переиздании такой сцены нет. Если ошибаюсь, то можете меня поправить в комментариях. Может быть, я и что-то, как говорится, обрежу. Так. Если мы с вами пойдем назад, там ничего, абсолютно ничего интересного не будет. Ни патронов, ни сейфов, ни документов, ничего. Нам всего лишь нужно с вами будет идти следом за нашим напарником. О, кстати. Вот конкретно с этого момента уже начинаются на щеке. Так, эта дверь, наверное, да, открывается. Вот. И это небольшая секретная комната, вот, в которой находится плащ, который нельзя никак взять и позаимодействовать. Но здесь есть вот этот ящик с двенадцатой картечью. Какой-то у меня фонарик сел. Я-то думаю, что так темно. Двенадцатой картечью. Тут есть также духовое ружье, которое я забыл, как называется. К слову, на части тут даже вроде как прокачано, даже с ПНВ прицелом. Вот. И также здесь есть ключик, сейф, в котором у нас что лежит? А, большой тайник с золотыми патронами. Вот. И можно также еще поутать по этим вот шкафчикам. Тут у нас разные ящики также еще лежат. Прямо как болты для Хельсинга, ножи и бла-бла-бла. Всякое такое, как говорится. Вот. И просто офигеть, какой крутой монитор. Я сейчас примерно играю на таком. У меня есть, конечно, такой же большой, но, к сожалению, моя старая пекарня не особо позволяет это, как говорится, использовать в полной силе. Так что, да. Можно, в принципе, отсюда уже выходить. Итак, насколько я помню, еще на этой локации присутствует, да, в битве на резинах одна заметка. Но эта заметка находится где-то как раз вот в этой области локации. И она вот здесь находится, да. Рядом с золотыми пульками. И еще дробовиком, который мы обзарядим с вами. Вот. А если вам-то интересная заметочка, то вот она. Можете ее почитать. Так. И да, да, да. Я еще помню, что вот здесь есть очень интересный персонаж, вот который сидит рядом у этой стенки. На нем только там анокль, только какие-то очки. Нет, это скорее всего на одном только глазе у него. И у него во рту находится люминесцентная лампа, что ли. Не помню, как эта вещь точно называется, но что-то мне подсказывает это явно какая-то отсылочка на какое-то произведение. Но какое точно, я даже лично сам не знаю. Хоть и прохожу метро уже довольно-таки большое количество раз. И снова, снова дрезина. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди воба, иначе башку снесен! Да не говори. Я вообще не понимаю, что такие здесь трубы делают? В этих туннелях всегда будет на чеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Но у меня снаряга, дай бог, здоровая. Кстати, а что у нас там по снаряге? у нас в принципе все так же, как и на линии фронта. Все очень хорошо. И да, ребята, когда вы проходите эту локацию, запомните, что лучше всего от этого часового убить. Если вы это не сделаете, то он поднимет тревогу на этой станции. И вы здесь... О, как надолго задержитесь. Не стреляй по ним, не стреляй. Мы по стелсу едем. По стелсу уже едем, ё-моё. Что ты делаешь-то? Блин. Мне показалось, что он стреляет из него как из пулемета, без перезарядки. Но это так буквально было секундное заблуждение. Вот. И да, убийство всего лишь одного часового обрешает прохождение этой локации, не знаю, ну раз в два-три, как минимум. И они, кстати, продолжают по нам стрелять. Что меня еще больше удивляют. Так. О, там упыри какие-то бегают. И что, интересно, надо будет дальше ждать? О. Блин, я хотел хотя бы парочку убить. Походу, что-то пошло, яно, не так. Блин, я не могу больше спрятаться? Ой. Да, кстати, патрушки. Хм. Эм. Похоже, мы свернули на явно какую-то нехорошую тропинку. Что-то уж явно нехорошую. Куча трупов, мух. Пахнет гнилю, по-любому. Крысы. Еще и... Еще и мутанты. Мне кажется, кто-то с нами приглядывается здесь. Прям чувствуется какое-то напряжение в воздухе. Прям чувствую. Блин. Ой-ой-ой, зря. Зря мы сюда поехали. Это же не упыри, это насыщи. А вот, а вот это уже упыри. Умри, 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 умри. Блин, мне жалко на этапе 5,56. В этом деле нужен дробовик. Определенно. Блин, это довольно-таки много. Уйдит от меня. Осторожно, осторожно. У тебя сзади прямо сидят они. Ух, вроде отбились. Вроде отбились, слава тебе, господи. Откуда он взялся-то спереди? Я его, походу, сейчас заберу. Вот мне просто очень-очень дико убежат такие катсцены, когда ну можно спасти своего напарника, ну можно же, ну почему я должен смотреть на то, как его убивают? Вот такие катсцены в играх мне просто никогда не нравились и всегда вызывали изженые. Е-ё-ё-ё-ё. Ты хотя бы держись, Артем, не знаю. чуть не накрыла медным тазом ведь буквально еще пару сантиметров и это многотонна херовина явно бы дала мне по голове не слабо так ну ладно давайте заберем патроны все которые тут остались и по счетам потери я потерял около 90 грубо говоря три магазина 545 это очень очень нехорошо на самом деле и также данной этой локации присутствует еще одна заметочка и также полное отсутствие сейфов ну потому что локация такая же короткая как и предыдущая но 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 вот многие какие пропускают вот это очень очень интересное место вот этот заброшенный вагон которым мы сейчас вами такие и узнаем что есть интересное то есть мы обеззаряживаем тут все ловушки которые кто-то установил вот и продвигаемся вдоль этого вагона вот здесь дальше тоннализовали но если мы посмотрим что дверь в этом вагоне выбита внутри него находится полностью ну как точно сказать полностью уничтожен отряд рейха то есть них тут ублюдки есть даже почти но относительно полными магазинами 545 вот автоматами всякими различными там вот калаш прокачанный немножко нот мертвую пырь я не знаю что здесь случилось можно какой-то потерянный отряд либо заблудший пытался найти какое-то укрытие но в итоге напоролись они на упырей вот и здесь вот есть одна еще заметочка как раз таки не напугаешь это по-моему было кикимора как их называют ну точнее как называл бурбон так что да вот это единственная заметка на этой локации вот она жуткая смерть вот и так же да вот в тут трубу когда мы с вами спускаться там есть два прохода то есть налево и направо я точно говоря не помню какой именно ведет на выход из этой локации но если мы с вами пойдем в другой конец то мы сможем с вами найти какой-то не щечок он маленький но это будет все-таки хоть какой-то но не щечок не знаю давайте доверимся этому грибочку и пойдем налево я просто честно говоря я вообще не помню я постоянно путаюсь нет все таки не налево надо было идти и и Субтитры подогнал «Симон»